Добро пожаловать на фестиваль Манны, который ведет международный евангелист, учитель и автор Перри Стоун. У вас есть уникальная возможность узнать пророческие и практические истины. Пора насладиться свежей Манной, поэтому готовьтесь получить благословение и ободрение. Итак, встречайте вашего ведущего и учителя Перри Стоуна. Сегодня замечательный день. Я нахожусь у реки Иордан, где произошли два важных события. Иисус Навин перевел Израиль через эту реку, а также где-то в окрестностях, может быть, в миле отсюда, а может быть, прямо за мной Иоанн Креститель крестил Иисуса. Один из моих арабских друзей сказал мне, что здесь есть пещера, которая находится прямо за мной. Она называется пещерой Иоанна Крестителя, в которой уединялись на 2-3 недели священники и простые люди для поста и молитвы. Недалеко отсюда происходит знаменательное событие под названием «Алтарь», называемый «Эд». Речь пойдет об алтаре, который вызвал большой конфликт, и об уроках, которые нужно извлечь из того, как люди игнорировали Божий алтарь. Не только в Северной Америке, но иногда и во всем мире. Во многих церквях есть место под названием «Алтарь», где люди каются в грехах, просят Бога о чем-то особенном. Сегодня большинство людей, в которые мы входим, — это хорошие церкви с хорошими людьми, используют отдельные комнаты для молитвы, для выдачи литературы, для сбора информации. Это удобно для прихожан, я это поддерживаю. Но я хочу рассказать вам кое-что о посещении алтаря. Хочу рассказать вам историю, потому что некоторые из вас никогда не слышали об алтаре, называемом «Эд». Я произношу «Эд» на еврейский манер. Обратимся к Писанию, книга Иисуса Новина, 22 глава, 34 стих. И назвали сыны Рувимовы и сыны Гадовы жертвенник «Эд». Потому что, сказали они, он свидетель между нами, что Господь есть Бог наш. Итак, давайте обратимся к историям. Израиль ходил по пустыне 40 лет, и Иисус Новин перевел молодое поколение через Иордан. Хотя, два с половиной колена захотели остаться на этой стороне Иордана. Противоположная сторона обещанной земли растягивается на много миль до Глада, до земель Гадовых. Этими коленами были колено Рувимова, Гадова и половина колена Монассии, которые захотели занять землю на восточном берегу Иордана. Иисус и Моисей оба имели мудрость, как поступить с этими людьми. И они знали, что эти два с половиной колена, которые составляли сотни тысяч людей, не пойдут сражаться за землю обитаванную. 31 хананийский город, который Бог обещал им у наследства. Он понимал, что девять с половиной колен могли отказаться от наступления, поэтому он сказал, после того, как мы завоюем эти территории, мы разрешим вам поселиться на этой стороне реки. Итак, два с половиной колена поселились на той стороне реки, и Иордан стала границей. Так возник спор, который относится к строкам, которые я только что прочитал вам. Получилось, что два с половиной колена были далеко от Скинии. Скиния находилась в городе Силом, его еще называют Шилом. Там все собирались трижды в год на праздник Пасхи, Троицы и праздник кущей для приношения жертв. Когда был построен храм Соломона, он находился в Иерусалиме, и эти два с половиной колена были далеки от храма Борья. Поэтому они построили свой алтарь. Я не знаю, насколько он был большой, но его можно было увидеть издалека. Итак, они построили свой алтарь и назвали его Эд. Это воставило священников и другие девять с половиной колен против них. Они хотели пойти войной против половины колена Монассии, колена Рувимова и Гадова. Они считали, что они скопировали Скинию собрание, которое Бог сказал Моисею построить. Нельзя было копировать даже убранство, потому что это бы обесславило церковное служение. Поэтому и священники, и люди собрались и хотели узнать, почему построили этот алтарь на границе с земле обетованной, недалеко от Иордана. Это было не послушание Богу, и это могло привести к тому, что два с половиной колена никогда не придут на Пасху, Троицу и Праздникущий, и никогда не будут прославлять Бога, как должны. И вот что они ответили. Мы далеко находимся от Скинии собрания. Поэтому мы хотели построить алтарь, для того чтобы показывать нашим детям, как Бог привел нас сюда, как мы пересекли в этом месте Иордан. Те девять с половиной колен на восточной стороне реки сказали, «Хорошо, если это то, что вы будете делать, все нормально. Только не приносите жертвы на этом алтаре. Пусть это будет просто воспоминание». Я прочитал этот стих несколько месяцев назад и пришел к выводу, что отсюда можно извлечь несколько уроков. Во-первых, земля обетованная. Вот протекает река Иордан, прямо за этими кустами. Прямо здесь люди и крестились. Иордан — это граница между Идумей, Маавом и Аманом. «Если вы перейдете Иордан, вы попадете в землю обетованную, которой должны были наследовать все двенадцать колен, но два с половиной колена не дошли до земли обетованной, не исполнив обещания Бога. Во-вторых, они остались на том берегу в окружении Амариев и других племен, упомянутых в Библии. Среди них Амарии и Маавитяне и другие племена. И они стали смешивать свою веру с людьми, с язычниками». В качестве иллюстрации, недалеко отсюда мы посетили место, спланированное как храм в Иерусалиме. Он был меньшего размера, но там также был внешний двор, внутренний двор и святое святых. И там было два алтаря, один во святом святых, и другой алтарь, на котором было высечено алтарь жены Яхве. Это был идол, то есть у них был алтарь для Яхве, это одно из еврейских имен Бога, и также у них был алтарь для Астарты, которая была женой Яхве, но это неправда, это не из Библии, это язычество, но в храме было два алтаря, то есть они смешивали религию с другими племенами. И так, во-первых, у них не было присутствия Божьего, а во-вторых, они смешивали свою религию с язычниками. И это то, что случилось с Израилем. Поэтому Бог переселил их от племен, потому что их башки были западной западной для Израиля. Они были терновником. Вам не нужно смешивать свою религию с язычниками. Ну и в-третьих, это очень важно, они жили на границе. Другими словами, они не были в земле обетованной, но они были близки к ней. Вы можете сказать, ну и что такого? Что с этого? Сегодня христиане по всему миру посещают церковь иногда, время от времени. Особенно христиане в Северной Америке. Я фокусирую свое преподавание в Северной Америке из-за ужасного духовного состояния в США сейчас. Это символизирует людей, которые не до конца с Богом, но и не до конца без Бога. Я их называю христиане на грани. А вот что это означает. Представим, что у двух с половиной колен возникли проблемы с окружающими их племенами. Все, что им нужно сделать, это перейти и Ордан, и вот мы уже на стороне Израиля, и эти девять с половиной колен защитят их. Но, допустим, им не нравится, что происходит у девяти с половиной колен. Тогда они просто остаются на той стороне реки. Вы видите людей, которые не полностью с Богом, помните, сам Иисус говорил, «О, если бы ты был холоден или горяч». Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то я извергну тебя из уст моих. Итак, слишком много людей, которые не с Богом и не без Него. Я скажу так, они живут на границе. Они не горят для Бога, но они и не холодны. Они время от времени читают Библию. По последним опросам, христиане в Америке ходят в церковь только дважды в месяц. И вот еще один факт. В среднем, христиане в Америке посещают три или четыре разные церкви одновременно. Это похоже на шведский стол, где вы можете выбрать, что вам нравится. И в каком настроении в воскресенье вы будете. Вот такую церковь вы и выберете. Это вносит сумятицу в веру, которая была у девяти с половиной колен. Здесь место Бога, здесь мы поклоняемся Богу. Это же отчасти делали на другом берегу реки. Другими словами, если они живут с языческими племенами, они смешиваются с ними, чего Библия не разрешает делать. Но с другой стороны, они могут говорить о Боге, но потом могут дальше жить с самареями, хитеями, маовитянами, аммонитянами и другими племенами. Следующее, что я хочу сказать вам, это то, что очень опасно жить на этой самой границе. Я очень быстро расскажу вам историю про Давида и Саула. Давид был из колена Иудина, а Саул из колена Вениамина. Эти два колена жили вместе на одной территории, граничили друг с другом. Саул преследовал Давида, совершил 21 покушение на Давида. Давид был очень измотан этим, и он отправился в Секилак, филистинский город. Филистинляне были не просто врагами Израиля и Саула. Они воевали много веков. Давид убил Голиафа, и он сказал, если Саул придет убить меня, я пойду в Секилак. Но вот что вам нужно знать о Секилаге. Это пограничный город, значит, если филистинляне начнут преследовать его, он просто перейдет границу и придет в колено Иудина, где его знают. А если Саул его преследует, то он переходит к филистинлянам. Я хочу кое-что сказать вам. Я часто вижу в Соединенных Штатах Америки, что у людей нет должной преданности Богу или местному собранию. Я понимаю, что в Соединенных Штатах Америки есть сельские места или небольшие города, где можно часами искать многолюдное собрание. Я понимаю, но я утверждаю, что вы не можете быть на границе и быть один день с Богом, а на следующий без Него, или одну неделю с Богом, а следующую без Него. Вы не можете не выполнять заветы Божьи. Они в Нем и с Ним согласно Библии. Аминь. Но вы можете не выполнять заветы Божьи из-за вашего духовного состояния. Вот что я хочу рассказать вам об этом алтаре. Во-первых, когда Иисус Новин перешел реку, прямо здесь, в окрестностях, где-то здесь Израиль перешел Иордан. Священники несли ковчег завета, подняв над Собою. Их ноги коснулись воды, и она разделилась по Слову Божьему. Тут случилось три вещи. Первое, столб облачный и столб огненный исчезли. Второе, исчезла манна после сорока лет, когда шесть дней в неделю она падала с неба. Манна, которую они ели сорок лет, внезапно исчезла. И третье, в Библии сказано, что Иордан раступился перед Израилем, когда они перешли на другой берег, река вновь потекла. И вот, что это иллюстрирует. Когда исчез столб облачный, это означает, слава Божия оставила их, и теперь они должны быть в абсолютной вере и послушании Богу без видимых доказательств. Второе, когда исчезла манна, Библия говорит, им пришлось вернуться и есть зерна. Им пришлось самим добывать еду. Наступило время, когда вы говорите, «Ты заботился обо мне, кормил меня, я жил по твоим законам, теперь у меня есть Библия, и я могу изучать ее самостоятельно». Иногда кажется, что манна исчезнет, потому что Бог желает, чтобы вы сами добывали себе пищу. Возьми мою книгу и прочти ее, и вы можете удивиться, чему она научит вас. И третье, когда Иордан раступился перед ними, а когда они перешли его, снова потек, как прежде, это означает, что у них нет пути назад, потому что Бог не желает, чтобы они пошли назад. Он хотел, чтобы они шли вперед в будущее. Эта история о болтаре Эд очень важна. И вот почему те два с половиной колена противились тому, кто они есть. Они окружили себя неправильными людьми. Они не приносили жертвы на том алтаре, они не поклонялись ему. Этот алтарь был достопримечательностью. Я задам вам один вопрос. Алтари в наших церквях это место, где мы говорим о делах Божьих, о чудесах, которые случились, или сегодня это просто место присутствия Божьего, где люди собираются вместе. Вот над чем стоит задуматься. Много-много лет спустя в стране Гиргизинской, это, кстати, недалеко отсюда, в том направлении, рядом с Галилейским морем, Иисус встретил человека, в котором было две тысячи злых духов. Иисус изгнал их всех. Один из моих друзей сказал много лет назад об этом, что можно увидеть, что злым духом комфортно среди народа Божьего. Демонам комфортно среди народа Божьего. Я вам скажу, почему в той местности им было комфортно, потому что народ Божий был далек от Божьего присутствия. Дамы и господа, если вы далеки от Бога, далеки от присутствия Божьего, в вашей жизни, тогда злым духом становится комфортно у вас. Единственное, что может выгнать эти злые духи, это изобличение Иисуса. Когда он сошел с лодки, тот человек был полностью спасен и здоров благодаря Божьей силе. Вот что случилось в этой местности с алтарем Эд. И немного в заключении. Во-первых, если вы будете у алтаря Эд, вы не почувствуете связь с другими людьми, вы не принесете жертву или приношение, вы не почувствуете славы Божьей, вот для чего нужен алтарь. Для дара Богу, для разных приношений, это место, где ты поклоняешься Богу. Это все из Нового Завета. Алтарь это место искупления и прощения. Все это говорил Иисус о дарах и приношениях Богу. В те времена речь шла об алтаре в храме, где приносились жертвы. Это место для жертв, для поклонения, прославления. Алтарь это место, где вы встречаетесь с Богом. Это не должно быть, как у тех двух с половиной колен, просто памятником, простым воспоминанием. Они построили его просто для напоминания о том, что сделал Бог. Мы не должны смотреть на алтарь и говорить вот, что случилось здесь 50 лет тому назад. Хорошо помнить об этом, рассказывать об этом детям, но если вы сегодня не встречаетесь там с Богом, не поклоняетесь там Богу, это может вызвать большие трудности в вашей жизни, потому что мы должны иметь присутствие Бога в жизни. В моей жизни были моменты, когда Бог посещал меня в конкретное время и в конкретном месте. Он говорил со мной, он сказал, как организовать проект Маннафест в феврале 1988 года. Позже, в 2000-х годах, может быть, это было в 2007-м, он сказал мне построить международный центр Омега. В этих местах, в этих молильных комнатах, в кресле, в котором я сидел, в доме, где я слышал о Боге, это места посещения Бога. Авраам возвращался к алтарю, Иаков возвращался в святилище, и у этих алтарей они получали откровения Божие. Места, где они неожиданно встречались с Богом. Много лет назад один человек рассказал мне, что у него было место, где он молился, и Бог исцелил его от рака. Он помолился под деревом на своей ферме. он неустанно молился, и Бог посетил его. Когда у него есть нужда, этот человек возвращается на то место, где Бог коснулся его. Он молится, и вновь приобретает бодрость и обновление от Бога. Друзья, не забывайте о важности молитвы в служении, о важности призыва к покаянию, а также о важности молитвы у алтаря. Если вы посетите наши конференции в любом месте в США, вы увидите у нас призыв к покаянию. Когда люди молятся о покаянии, люди должны осознавать свою греховность и силу Бога. И помните, алтарь — это место встречи человека и Бога. Сделайте алтарь в своем доме. Пусть у вас будет место, где вы встречаетесь с ним, и пусть Бог благословит вас. Никогда не поклоняйтесь у алтаря под названием Эд. Аминь. У меня есть специальное предложение для вас. Позвольте мне анонсировать наши службы в предстоящие дни. Я хочу, чтобы вы увидели мое самое востребованное и популярное учение за все время — Откровение о Вознесении. Вы получите концентрат из 1400 часов подробных исследований на тему Вознесения. Этот набор из пяти дивидий, на которых находится 10 часов учений, откроет вам эту тайну. Мы углубимся в оба завета и будем исследовать еврейские и греческие слова, рассмотрим загадочные пророческие шаблоны и древние еврейские обычаи, раввинистические откровения труды ранней церкви. Все для того, чтобы представить подробное объяснение пришествия Господа. Первый дивидий называется Вознесение Откровения для апостола Павла. Узнайте, как Бог дал это откровение Павлу на горе Синай в Аравии. Вы узнаете восемь разных событий, которые произойдут во времена Вознесения. Я объясню восемь греческих слов из Нового Завета, которые описывают возвращение Христа. Второй дивидий Пророческое время Вознесения. Приведу вам восемь примеров того, как праведные спасутся от гнева и дам подсказки, указывающие на возвращение Христа до скорби. Узнайте, как книги Откровения, 24 старца, книга с семью печатями и другие образы указывают на возвращение до скорби. Я также отвечу на множество спорных вопросов о времени возвращения Христа. Третий дивидий посвящен теме Вознесения, праздников Израиля и циклов урожая. Узнайте, как семь праздников Израиля скрывают удивительную пророческую информацию о Вознесении. Тайна Шафара, ежегодные циклы сбора урожая в Израиле раскрывают принцип Вознесения. Узнайте о девяти событиях, которые вы переживете во время возвращения Христа. Четвертый дивидий Вознесение и загадочная книга памяти. Я покажу вам из Малахии третьей главы, что ключ к Вознесению это ваше имя в книге памяти. Вы увидите, чем победитель отличается от проигравшего в контексте возвращения Христа за церковью. Вы увидите, как праздник труп связан с книгой памяти и как Вознесение создавалось в качестве особого благословения для верующего. Но это не все. У нас есть пятый дивидий «Еврейская свадьба». Мы собрали сто актеров, взяли костюмы и реквизит. Они не только покажут еврейскую свадьбу, но и раскроют 14 ключей к тому, как еврейская свадьба указывает на возвращение Христа до скорби. Вы можете получить этот сборник из пяти дисков за пожертвование в 65 долларов или больше. Звоните нам по номеру, который видите на экране, и просите предложение RA-137 или ищите его на нашем сайте. Вы также можете заказать его по почте, написав нам по адресу, который видите на экране. Вы многое узнаете, поэтому не откладывайте на потом, заказывайте DVD сейчас. С вами Перри Стоун, спасибо за то, что смотрите нас. Многие из вас знают, что я уходил в небольшой отпуск, но я рад записывать концовки наших программ. Вначале я хотел бы поблагодарить всех тех, кто посреди пандемии коронавируса поддерживал служение «Голос евангелизма». Я начал это служение, когда мне было 18 лет. С 18 лет я нахожусь в служении полного времени. Это 45 лет в служении. И все это время я садился в машину или в небольшой коммерческий самолет и ездил по всей Америке, проповедуя в церквях. Чаще всего я проповедовал на Востоке или Юго-Востоке. Я проповедовал сотням тысяч людей, может, даже миллионам. А вот сколько людей мы охватили за 45 лет. А еще у нас есть телепрограмма. И я благодарен христианским телеканалам, благодаря которым я проповедовал во многих странах мира, в которых я никогда не мог бы побывать лично. Спасибо всем тем, кто продолжает смотреть нашу программу. Я хочу, чтобы вы знали, что сейчас мы готовим... Мне нравится говорить именно мы, а не я. Я уже готовлю проповеди для нашего тура в Израиль и для программ, которые мы записываем там каждый год. Проповеди, которые Господь дает мне в этом году, сильнее и откровеннее, чем когда-либо. Я очень этому рад. Когда вы можете сесть и освободить свой разум от всех забот, суеты, мнения людей, а потом соединиться с Господом, это просто удивительно. Вы получаете четкие, ясные откровения в своем духе. Поэтому я благодарен Богу, Господу Иисусу Христу и Духу Святому за то, что они дали мне быть служителем Слова. Я также благодарю всех тех, кто поддерживает наше служение своими молитвами. Если вы партнер нашего служения, то пожалуйста обратите внимание на сентябрьский номер нашего журнала, а особенно на статью о ситуации в моей жизни. Я хочу напомнить, что у нас в Фейсбуке есть своя страничка. В прошлом я много ездил и проповедовал в собраниях, где было от ста человек до нескольких тысяч человек. И это было прекрасно. Перри Стоун приглашает вас в тур по Израилю в 2020 году, который пройдет с 23 ноября по 2 декабря. Вы также сможете посетить Петру в Иордании. Звоните по номеру, который видите на экране, или заходите на наш сайт, адрес которого указан на экране, чтобы узнать больше, а также зарегистрироваться заранее. Продолжение следует... Продолжение следует...